всем привет порассматривайте вы еще чуть-чуть с этапчик я вам показываю различную красоту и порассказываю одно из заблуждений которые бытует в орхидейном сообществе вообще наверное в мире всех цветочников и садоводов это то что гады которые грызут и сосут наши растения могут приехать к нам только с новыми растениями поэтому если вы получаете новые растения ставите их на карантин обрабатываете то ваша коллекция всегда будет скажем так чистая красивая и свободная от различных вредителей но к сожалению это не так и я очень часто вижу и от новичков и от старичков от всех вот эти вот блин ну вы представляете я вот там новых орхидей не заказывал ничего нового не приезжала откуда вот только взялся этот вот гад перегатым который там кусает и смокчат соки из моей орхидеи ребятки к сожалению эти гады приезжают к нам не только на новых орхидеях не только на каких-то других растениях которые мы приносим из цветочных магазинов не только на срезанных цветах которые вам кто-то мог подарить да на какой-то праздник или просто так и да на срезанных цветах они тоже могут приехать увы и ах но они также не поверите приезжают и на нас с вами то есть вы пошли на улицу погуляли все растет все цветет природа проснулась пришли домой и принесли на своих волосах на одежде на чем угодно свою орхидейную коллекцию очень много всяких приятностей и неприятностей на самом деле это так действительно и еще вот если как у меня орхидеи растут на балконе то ребятушки открывая окно на проветривание вы благополучно даже если у вас сетка особенно кто живет на невысоком этаже к вам прилетят прилетят с ветром на листочки на птичках еще на ком-то еще на чем-то прилетят различные гады и вам надо быть к этому готовыми да об этом как-то никто особо почему-то не рассказывает но это действительно так прилететь может откуда угодно приехать может на вашей собаки на вашей кошки в общем мы еще тот транспорт для этих гадов также хочу сказать что достаточно часто эти самые гады сначала могут быть не видны они могут быть но грубо говоря в спячке а потом со временем и это может пройти очень долгое время когда у вас образуются благоприятные для них условия на они могут очень очень активизироваться и появиться очень внезапно для вас и вот вы знаете я раньше думала что лишний раз не хочу травить орхидею вот этими средствами от гадов и вот многие говорили что она там и корни сжет и портит и все и какой-то момент я поняла что вот вы знаете это опять-таки лично мое мнение лично мой опыт но лучше профилактически обработать и тут вот вы знаете в зависимости от средства они бывают разные у меня скажем так у меня такой пунктик я использую достаточно лайтовые средства то есть они не фитотоксичные мне надо чтобы они были безопасны для человека безопасные для животных и безопасные для пчел и других полезных насекомых ну вот это такой лично мой пунктик и опять таки тоже мой пунктик по поводу утилизации загрязнения окружающей среды это то что если вы покупаете агрессивные средства вы должны уметь правильно утилизировать потому что все что вы вливаете попадает до воду вода попадает в землю как ни крути и в общем то это нехорошо поэтому я пользуюсь такими средствами не сильно термоядерными и опять-таки я люблю все-таки больше системные и мне легче один раз ну в зависимости системные бывают разные есть кто действует там примерно месяц три недели тире месяц есть средства которые работают чуть дольше тут уже вы что найдете что выберете мои средства рассчитаны где-то на месяц и вот вы знаете мне легче обработать профилактический раз в месяц таким лайтовым средством то есть подобрать момент когда никого из домашних нету дома всех быстренько опрыскать у меня это занимает очень мало времени все все забрызгать прям все все с приготовлением с мытьем минут 30-40 наверное занимает при все и в размере моей коллекции но факт из пульверизатора быстренько всех обработать и и жить спокойно и даже если кто-то где-то вдруг поселился попался то он куснет мое растение и помрет а еще мне не надо следить вот контактные средства да если вы пропустили обработку то грубо говоря можно потом все начинать сначала и она не сработает об этом чуть позже то есть системным я знаю что я обработала взрослая осыпь куснула померла нимфа куснула померла личинка куснула померла в общем это подействует на все стадии вредителя и я благополучно от него избавлюсь да они не всегда могут прям идеально сработать если прям очень большая колония но давайте опять-таки у обработанных хороших растений когда вы соблюдаете все правила то внезапно взяться очень большая колония не может обычно это всегда такие залетные гости так но у меня есть в арсенале контактное средство которым я увидела побрызгала всех кого достала все дополнительно померли но это уж совсем для подстраховки так контактные средства контактные средства они бывают разные но чаще всего нужно две-три обработки с разницей там в определенный срок срок зависит от того какой вредитель и какие у него циклы развития то есть суть в том чтобы вы потравили взрослую осыпь и если она успела вдруг уже отложить яйца то вот этот срок рассчитан на то что вы успеете потравить но давайте назовем так подрастающее поколение и тех кто возможно уже вырос до момента когда может сам отложить яйца да но еще их отложить не успел то есть поэтому надо соблюдать и если вы это сделали на день позже на 2 и не соблюдаете этот цикл то но это может быть обработка в никуда так и частенько бывает еще третий раз надо обработать ну на всякий случай если вы вдруг где-то там неправильно сделали что-то или кто-то где-то успел вырасти ну в общем то есть надо делать так и ну все-таки жизнь такая штука у нас не всегда получается да это все сделать когда нужно по схеме поэтому да я люблю системные и я так это могу спать спокойно если где-то что-то появилось оно быстренько там же и закончилось да там же и померло вот так вот поэтому попробовав вариант использовать только системные я вернее только контактные и да конечно у меня было такое время что вообще-то в 9 месяцев в году никто не появляется и раз там в три месяца летом может быть кто-то куда-то прилетел заполз но бывали случаи плохие и вот этот случай с червецом о котором я недавно рассказывала и я все-таки укрепилась во мнении что системное удобрение раз в системное удобрение системная протравка раз в месяц меня устраивает гораздо больше чем вот это вот нескончаемая борьба особенно когда например контактное средство не сработало ох это такая печаль или сработало плохо а такое бывает то надо искать другое причем не просто другое а с другим действующим веществом это бывает накладненько и сложненько вот поэтому поэтому все-таки я за системные но это такой мой личный опыт и я держу дома два системных средства которые разные с разными действующими веществами вообще на моих системных написано что они не вызывают привыкание у вредителя но я все-таки склонна на всякий случай чередовать на такая перестраховщица и чередует то-то то у меня получается и вредитель грубо говоря не успевает привыкнуть и постоянно в системной обработке находятся мои растения ну что ж я желаю вам чистых коллекций чтобы вы не узнали что такое большая популяция гадов чтобы они к вам приходили как можно реже чтобы ваши растения были защищены чтобы у вас всегда под рукой были нужные средства и они срабатывали как надо и ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями в орхидейных группах пожалуйста я вам буду только благодарна заглядывать в описании там много интересного на этом совсем все спасибо всем кто досматривает ролики до конца в конце как всегда ссылочки на другие мои видео или на плейлисты и всем солнечных дней пышных цветений пока пока мои хорошие